МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сегодня мы говорим с руководителем муниципального предприятия Даглоплс-Атаксма Эвелдом Мекшем. Здравствуйте, господин Мекшем. Здравствуйте. В последнее время предприятие Даглоплс-Атаксма находится в центре внимания горожан. Вот недавно завершилась закупка на приобретение новых трамваев. И, как известно, победителем этого тендера стал белорусско-латвийский тандем. Как скоро мы увидим новые трамваи? Сколько их будет? И когда первые из них выйдут на линию? Да, действительно, совсем недавно закупочная комиссия Даглоплс-Атаксма определила победителя. Это общество поставщиков холдинга Парвалдоша, компания Белкоммунаш и латвийская Сия Виртус СВ. На данный момент свое решение, оформленное документально, закупочная комиссия отправила в бюро по надзору с закупками. Эти документы будут рассмотрены. И с целью того, чтобы предотвратить жалобы претендентов по данному вопросу, закупочная комиссия ждет заключения бюро по надзору с закупками. Если это заключение будет положительным, то в ближайшее время будет заключен договор. И согласно графику, который будет приложен к договору, подписан, начнется поставка данных трамваев. Если все положительно решится, то мы можем уже ожидать к концу этого года новые трамваи. Планируется закупить еще 8 четырехосных трамваев. Да, Гупелс, наверное, является уже единственным городом в Латвии, где еще, что называется, бегают, да, трамваи РВЗ, Рижского вагоностроительного завода. Какую судьбу вы им уготовили в дальнейшем? Ну вот, совсем недавно, несколько дней назад, мы получили от коллег из Республики Беларусь о том, что они просят нас продать им один вагон, который когда-то был выпущен на Рижском вагонном заводе. Аналогично с использованием в туристических целях. Также мы думаем о перспективе, все-таки эти вагоны, которые когда-то были произведены в нашей Республике, в Латвии, мы думаем о возможной их модернизации. Конечно, если это будет финансово выгодно для предприятия. Говоря о обновлении трамвайного парка, не могу не спросить об обновлении автобусного парка. Планируется ли это сделать? Перед предприятием стоит задача, которую мы сейчас решаем, о том, чтобы найти возможность и приобрести новые автобусы. Как мы все помним, в прошлом году мы многие городские автобусы, разных производителей, разных моделей тестировали на наших маршрутах. Поэтому работа в этом плане идет. На сегодняшний момент отрабатывается и разрабатывается положение о конкурсе для того, чтобы приобрести новые автобусы. Это, в принципе, экономически выгодно. И, в принципе, мы стараемся, чтобы эти автобусы уже были более комфортными для горожан, для предприятия, чтобы они меньше несли затрат. Надеюсь, что в этом году будет объявлен конкурс для того, чтобы приобрести, возможно, примерно 10 автобусов в этом году, может быть, 10 автобусов в следующем году. Еще одним из мегапроектов Дагубилсатекс станет строительство новой трамвайной ветки. Когда может начаться реализация этого проекта? Объявлен конкурс. Имеются претенденты, которые заинтересованы в осуществлении данного проекта. 10 апреля планируется вскрытие конвертов с предложениями тех, которые желают участвовать в данном конкурсе. Закупочная комиссия проведет оценку этих предложений, определит победителя данного конкурса. И тогда будет заключен договор. И я надеюсь, что в этом году мы уже должны приступить к реализации данного проекта. Помимо продления вот этой трамвайной ветки, что еще предусмотрено в рамках проекта? В рамках проекта предусмотрены следующие еще работы. Заключен договор с фирмой Рецк о модернизации контактной сети, чтобы мы могли использовать не только штанги, как на сегодняшний момент, а чтобы мы могли использовать пантографы. Как только приемники. Договор подписан, и в ближайшее время уже фирма приступит к выполнению данных работ. Аналогично, как и предыдущие года, мы планируем реконструкцию трамвайных путей продолжать. И уже от улицы Венебас, где мы закончили, продолжать эту реконструкцию трамвайных путей в центре города до Стацияс и от Парадос до Кольца крепость. Но, опять же, исходя из финансирования. Здесь мы будем смотреть, какие будут предложения, какие цены и на что реально хватит денег. А на днях появилась информация о том, что на предприятии Дагопил Сатексмы в мае грядет массовое увольнение. Якобы будут увольнять пенсионеров. Вот насколько эта информация соответствует действительности? Предприятие Дагопил Сатексмы не планирует никаких увольнений ни в мае, ни в июне, ни в августе. И в течение этого года у нас имеется утвержденный план развития и, соответственно, финансирование. Есть фонд заработной платы. Поэтому никаких планов в этом вопросе предприятий не имеется. И это просто на следующий момент слухи, которые ничем не подтверждаются. А вакантные места есть у вас на предприятии? Вы знаете, вакантные места у нас есть. Есть такая больная наша сторона – водители трамваев. Потому что специфика в их подготовке, как таковых где-то пригласить на работу и взять уже готовых водителей трамваев нет возможности. Поэтому сегодня на нашей домашней страничке мы приглашаем всех, кто желает посвятить свою дальнейшую судьбу вождению трамвая, стать водителем трамвая, обращаться к нам, звонить в кадр. Там все телефоны тоже указаны. И мы будем тогда решать вопрос о создании этой группы совместно с Алигос, АТЭКСМЕ, ЛЕПАЯС, ТРАМАЮЗНИМУМ. И организовывать обучение для того, чтобы пополнить свои вакантные места. Для человека это обучение бесплатное? Ну, частично за сдачу экзаменов, за проживание. Там в довольно льготных условиях, потому что при этой школе имеется, скажем, как общежитие. Вот это оплачивают сами обучающие. Что касается обучения, платы за обучение, при успешной сдаче экзаменов мы заключаем договор, и люди, начиная работать на предприятии Алигос, АТЭКСМЕ, мы им компенсируем эту стоимость, но им обязательно нужно отработать определенное количество лет. Раньше, когда-то это было 3 года, сейчас, в связи с тем, что все это стало немножко дороже, мы заключаем договор на то, что они обязательно должны отработать водителем трамвая на предприятии 5 лет. Еще один вопрос от наших телезрителей, который интересуется, перейдет ли предприятие Алигос, АТЭКСМЕ на систему эталонов, как это сделано и в других уже городах Латвии. Ну, в принципе, такая задача у нас стоит, но эта задача стоит с целью того, в первую очередь, чтобы мы четко видели пассажиропоток тех, кто пользуется льготами бесплатного проезда. В первую очередь, это школьники, ну, во вторую очередь, наверное, это пенсионеры. Вторая сторона – это то, что мы должны выполнить Министерный комбинат НОТЭКСМЕ номер 153, который говорит о том, что все лица, которые пользуются в городском транспорте бесплатным проездом со стороны государства, они должны будут иметь право оплатить за свой проезд, скажем, банковской картой. О, как! Контактной, бесконтактной. Поэтому, действительно, нам нужно в этом плане работать. Но наших кондукторов эти изменения не затронут? Нет, наших кондукторов эти изменения не затронут. Господин Умекш, большое вам спасибо за то, что нашли время прийти в нашу студию. Успехов вам в реализации поставленных задач. На этом все. До свидания и до новых встреч на телеканале «Долтком». Субтитры создавал DimaTorzok